Уважаемые слушатели, уважаемые студенты, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о симптоматической артериальной гипертензии. Меня зовут Ирназаров Акмал Абдуллач, я доцент кафедры факультета госпитальной хирургии номер один Ташкентской медицинской академии. Артериальная гипертензия – это стойкое повышение артериального давления от 140 до 90 мм ртутного столба и выше. Эссенциальная гипертензия – это гипертоническая болезнь, которая составляет 70-75% случаев гипертонии. В остальных случаях диагностируется вторичная или же симптоматическая артериальная гипертензия. То есть, есть понятие гипертоническая болезнь и симптоматическая артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь, видите, встречается больше 70%, почти 75%, когда причиной артериальной гипертензии является эссенциальная, то есть повышается артериальное давление эссенциального генеза. А в 25-30% случаев повышение артериального давления связано с другими заболеваниями в организме, которые приводят к повышению артериального давления. И именно о них мы сегодня будем говорить, о хирургических моментах, конечно. Классификация по ВОЗ, артериальная гипертензия, значит, имеется оптимальное давление, когда систолическое давление ниже 120, диастолическое ниже 80. Нормальное артериальное давление, мы говорим, когда достигает давление до 129 на, максимально я буду говорить, цифры на 84. Высоконормальное, это когда 139 на 89 и уже артериальная гипертензия 140 и выше, мы говорим, уже артериальная гипертензия 1, 2, 3 степени, вот вы видите, значит, цифры, как меняются. И изолированная систолическая гипертензия выше 140, диастолическая ниже 90. Еще есть злокачественная гипертензия, когда давление держится на высоких цифрах, несмотря на хорошее, адекватное медикаментозное лечение. Ну, об актуальности артериальной гипертензии можно говорить часами. В основном артериальная гипертензия, повышение артериального давления приводит к катастрофе, то есть острому нарушению мозгового прообращения, это по геморрагическому типу, иногда и по ишемическому типу, когда имеются поражения сонных артерий, деформации сонных артерий, повышение артериального давления, ухудшает гемодинамику крови на сонных артериях, приводит также к ишемическим инсультам тоже. Но в основном повышенное артериальное давление приводит к геморрагическим инсультам. Это инфаркт миокарда, также сердечная недостаточность. Вот вы видите цифры, значит, 40% это острое нарушение мозгового прообращения, значит, можно ликвидировать за счет гипотензивной терапии. И инфаркт миокарда 25% и сердечная недостаточность также. Распространенность артериальной гипертензии, но по данным разных авторов цифры разнятся, но в среднем в России болеет почти 40% взрослого населения в Узбекистане. Этот процент достигает до 20-25%. Информативность населения о данном заболевании достигает до 60%. И эффективно лечатся почти 20% больных, которые болеют данным заболеванием. Конечно, в Европе болеет самый высокий процент, это в Германии 50%, это лица старше 50 лет цифры, поэтому высокие лица старше 50 лет болеют почти 50%. Из них болеет артериальная гипертензия, и в Узбекистане лечением охватано почти 10%, мы можем сказать, 10% людей. Остальные лечатся неадекватно. Снижение артериального давления на 2 мм, а именно систолического артериального давления, по данным авторов, снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 10%. То есть инсульт и инфаркт снижаются на 10%. Теперь вот артериальная гипертензия, мы вот говорили, это гипертоническая болезнь или эссенциальная гипертензия, которая имеет место в 70% случаев, и симптоматическая артериальная гипертензия, о которой мы будем говорить сегодня. Сама симптоматическая артериальная гипертензия, то есть заболевания какого-то органа, приводящего к появлению артериальной гипертензии, тоже делится на хронические заболевания почек. Больше случаев 70% из них являются хроническими заболеваниями почек. Этим занимаются нефрологи, и вот наш контингент больных, о которых мы сегодня будем говорить, то есть 20% это вазоренальная гипертензия и 10% другие формы гипертензии. То есть 30% из всех симптоматических артериальной гипертензии приходится на хирургию, на хирургические заболевания. Основными причинами симптоматических гипертензий являются, вот мы уже говорили, это 70% почечные проблемы, это гламурол, нефрит, то есть системные воскулиты, амиллайдозы, диабетические нефропатии, нефропатии беременных, да, также вот урологические проблемы, гипоплазия, гидронефроз, холикистозы, приобретенные, это опухолевочекаменная болезнь, травмы почек, то есть этими, еще раз я повторюсь, этими заболеваниями занимаются нефрологи, урологи. Эти заболевания сами по себе также приводят к артериальной гипертензии, появлению артериального давления за счет нарушения функции почек, за счет нарушения кровообращения почек. Следующие причины – это эндокринные причины, связанные с надпочечниками. Мы знаем, что надпочечники имеют функцию, эндокринную функцию, которая контролирует тонус сосудов, это адреналин, норадреналин, дофамин, это гормоны. Вот эти гормоны при эндокринных нарушениях приводят к появлению симптоматической артериальной гипертензии. Центральные проблемы – энцефалиты, опухоли, травмы, каортация аорты – это врожденная патология, мы на ней остановимся. И вот вазоренальная гипертензия, то есть проблема с почечными артериями, которые приводят к ишемии почек, нарушение реминино-ангиотензийной системы, появление артериального давления. Это фиброзно-мешечная дисплазия, аномалии развития почек, атеросклероз, аортоартрит и так далее. Ну вот вазоренальная гипертензия, вазоренальная гипертензия схематически нарушается целостность, то есть просвет, сужается просвет почечной артерии, происходит ишемия почек к нарушениям целостности сосуда. Это приводит в основном, это атеросклероз, вот мы говорили в лекциях по хранической сосудистой мозговой недостаточности, при ишемии нижних конечностей тоже, и точно такое же состояние при поражении почечных артерий тоже. Большой процент охватывает атеросклероз. Атеросклероз, затем идет атеросклерозно-мышечная дисплазия, не специфический аортоартрит, это больше у молодых, да, и экстравазальная компрессия. Ну вот схематически атеросклероз, как выглядит, значит просвет артерий, стенозируется или же облитерируется атеросклерозная бляшка. Фиброзно-мышечная дисплазия, это вот как волна или же как чоты, мы говорим на рентгенологических снимках видно, как чоты, значит имеются вот дилатационные и суженные участки почечной артерии. При атеросклерозе поражается интима, при фиброзно-мышечной дисплазии поражается медиа, то есть мышечный слой артерии и не специфический аортоартрит, то также имеет вот полностью протяженный стеноз, вот выглядит примерно это все так. При экстравазальных компрессиях, конечно же, имеет место это ножки диафрагмы, ножки диафрагмы давят на почечную артерию и приводят к экстравазальной компрессии. Сразу забегая вперед, надо, значит, ликвидировать вот этот тяж и, значит, улучшиться кровообращение почек. В патогенезии, конечно же, лежат нейроэндокринные механизмы, это владержка соли, натрия и воды, да, приводят к спазму сосудов, приводят к артериальной гипертензии. При диагностике, конечно же, значит, осмотр пациента, анамнез собираем к инструментальным методам, значит, прибегаем с простого к сложному, это ультразвуковые методы исследования, компьютерно-томографические исследования, ангиография, значит, изотопные методы исследования. Вот здесь идет, не очень хорошо видно, стеноз почечной артерии, вот на следующей снимке мы можем увидеть стеноз почечной артерии на ультразвуковом дуплексном сканировании. Стенциграфия почек тоже имеет важный момент, когда мы определяем, когда нам нужно определить функцию почек, то есть почка работает или же нет. При критических стенозах, при долговременном течении заболевания из-за стеноза или же окклюзии отмечается нарушение функции почек. При таких состояниях делается синциграфия, и если при синциграфическом исследовании показывают, что почка не функционирует, то рекомендуется гнефроэктомия, то есть удаление почек. МСКТ ангиография также информативна на сегодняшний день, часто используемый метод, при котором определяется стеноз, изъединенность, видно, от правой почечной артерии почти до 70%. Но имеет, конечно, мультиспериальная компьютерная томография противопоказания, это гиперчувствительность к йоду, содержащим контрастным веществам. Это уремическое состояние, нефропатии, когда высокие цифры мочевина и кротинина, также нельзя применять контрастные вещества и беременность. Когда имеется противопоказание к компьютерной томографической ангиографии, можно выполнить МРТ ангиографию, тоже информативность до 99%. Вот мы видим картину стомок почечных артерий с обеих сторон. Но тоже метод имеет свои нюансы, когда нельзя делать МРТ ангиографию, когда у пациента имеется какой-то металлический имплант в организме. Ну и идеально, конечно, золотым стандартом на сегодняшний день вообще при обследовании сосудов организма, артерий человека является рентген-контрастная ангиография. Конечно, применение МРТ ангиографии немного снизило процент применения рентген-контрастной ангиографии, но рентген-контрастная ангиография на сегодняшний день применяется за диабетической целью тоже. То есть мы делаем диагностики плюс сразу лечение. То есть вот мы делаем ангиографию, увидели стеноз почечной артерии, ставим сразу стен. Лечение вазоренальной гипертензии, если остановимся в истории. Первую нефректомию при вазоренальной гипертензии выполнил в 1938 году Лен Беттер. Первая реконструктивная операция при вазоренальной гипертензии с НИК ВИКом выполнена в 1951 году. Реконструкция почечных артерий при вазоренальной гипертензии. В Союзе выполнена академиком Петровским в 1960-е годы. Первая успешная бифуркационная аортопочечная шунтирование синтетическим протезом. Также в Союзе выполнена академиком Покровским в 1965 году. И первая операция через аортальную эндортеректомию с почечной артерией в Союзе выполнена в Князевом в 1969 году. Основные хирургические доступы к открытым операциям на почечных артерии – это торокофренолюмботомия или френолюмботомия. Также лапаротомические доступы. Но хотел бы отметить, что открытые операции на почечных артериях на сегодняшний день показания к открытым операциям очень суженные. Почему? Потому что на замену открытым операциям пришла эндоваскулярная технология. То есть эндоваскулярными методами можно уже почти 100% случаев, когда имеется, конечно, показания, когда нет противопоказаний, выполнить реконструкцию, восстановить проходимость почечных артерий. Выбор вариантного хирургического вешательства в зависимости от типа поражений почечных артерий. Эндоваскулярная артериактомия выполняется при локальных атеросклеротических поражениях. Реимплантация выполняется при коротких поражениях. Шунтирующие или протезирующие операции выполняются, когда имеются протяженные поражения. Каждый из них мы сейчас схематически покажем. Вот, значит, через аортальная эндортеректомия, то есть разрезается устья аорты почечной артерии, удаляется как бы инверсионным методом эндортеректомии из почечной артерии, и вот это аортотомное отверстие зашивается. Это, значит, шунтирующие операции. Вот, значит, реимплантация в другой устью, то есть делается резекция, реимплантация в другой устью. Это аутовенозное протезирование больше выполняется при, значит, грозномышечной дисплазии, да, или протяженной окклюзии, или же вот при неспецифическом аортоартрите выполняется протезирование. При мультифокальных поражениях также рекомендуют выполнить протезирующие, шунтирующие операции. Ну вот, об эндоваскулярном лечении я уже начал говорить. Значит, эндоваскулярное лечение впервые было выполнено, дилатация почечной артерии Грунзингем. Рябкин впервые в Союзе выполнил дилатацию почечной артерии в 81-м году. Испентирование также было выполнено Рябкиным уже в 86-м году. Вот ангиопластика, дилатация правой почечной артерии, значит, баллон как дилатирует, значит, вот состояние после стентирования, да, это левая почечная артерия, критический стеноз, делается дилатация, стентирование, вот схематически как это выглядит, вот просвет сосуда со стентом как выглядит, и вот восстанавливается кровоток по почечной артерии. Следующая группа заболеваний – это заболевания надпочечников. При которых мы уже говорили, значит, имеет место нарушение гормонального статуса организма, приводящий к симптоматической артериальной гипертензии. При диагностике заболевания почечной надпочечников мы прибегаем, конечно, в начале этого ультразвуковым методом исследования, да, скрининг метод, можно сказать. И обязательно лабораторный метод исследования, то есть выявляем, есть ли проблема, да, гормональном статусе надпочечников, кортизол, альбестерон, ренин крови, адреналин, норадреналин, дофамин проверяем и так далее. При ультразвуковом методе исследования можно увидеть, значит, большие опухоли, хорошие специалисты, если видят гепертлазию надпочечников. Конечно, если же мы выявляем проблему, идем уже дальше, более глубоким, более информативным методом исследования, который является МЦКТ, ангиография МЦКТ. То есть контраст, компьютерную томографию сконтрасируем. Вот мы видим здесь, значит, опухоль правого надпочечника. Вот нормальный надпочечник, как выглядит слева, да. МРТ также выявляет, значит, наличие опухолей. И можем, конечно, выполнить флебографию надпочечников. Флебографию надпочечников при гиперплазии, да. Об этом мы будем останавливаться дальше. То есть увидеть сосудистый рисунок надпочечника. Лабораторные методы исследования, вот, АКТГ, кортизол, альдестерон, ремин, адреналин, норадреналин. Значит, минералы определяем, дофамин определяем. Вот первичный альдестеронизм, то есть синдром Кона, да. Повышение альдестерона приводит к артериальной гипертензии, когда опухоль находится в корковом слое надпочечника. При таком состоянии, значит, идет клиническая гипокалимия, мышечная слабость, приступы судары, парестезии, полиурия, нектурия, мы говорим, связанные с гипертензией, общие симптоматические, общая симптоматика, это гипертрофия левого желудка, изменения глазного дна, головные боли и так далее. Механизм повышения артериального давления при синдроме Кона, это гиперальдестеронизм, это задержка натрия, да, повышение тонуса педрического сопротивления и гипертензия. При феохромоцитоме, то есть когда идет повышение адреналина или норадреналина, само по себе вот адреналин, норадреналин тоже разные и дают клинические симптомы, ну, адреналин, повышение систолического давления, тахикардия, дрожь, да, боязнь смерти у пациента появляется, появляется вот при норадреналина, повышается радикардия, повышается диастолическое давление, изменяется состояние глазного дна. Общие симптомы, конечно, возбуждение, бледность, холодный пот, вот мы говорили, чувство страха, головная боль, боль в пояснице, то есть какое-то эмоциональное перевозбуждение приводит к гипертоническим кризам у пациента. Вот на МСКТ видна большая опухоль справа. И вот на ортонефробазографии опухоль, то есть смещает правую почку вниз. Вот макропрепарат, удаленный опухоль, эти все операции были выполнены в нашей клинике. Следующий синдром Митцинга-Кушинга, идет гиперпродукция гидрокортизона, при этом клинически проявляется ожирение, аминорея, гипертония идет, такая стойка, без кризов, ну, нарушение углеводного, электролитного, жирового обмена, то все клинически проявляется при МСКТ-Митцинга-Кушинга. Лечение. Лечение при заболеваниях надпочечников делится на открытые и закрытые эндоскопические, да. Первым удалил, значит, большое образование надпочечников, Торнтон в 1889 году, Федоров в 12-м году удалил на почту больную срок полюнатпочки, просторающую железу, и в июне 20-м году выполнил целенаправленно адреналэктомию, тоже больную на срок полюнатпочечника. Основные, значит, доступы открытых адреналэктомий, это тоже, вот как при идем на почту артерии, то есть люмботомические доступы и лапаротомические доступы, но имеют, вот видите, некрасивый вид, деформацию дают, с доступами, значит, это большие, калечащие доступы, и помощь к этому, к этим проблемам пришло развитие лапароскопической хирургии, пришла лапароскопическая адреналэктомия, которая в 92-м году впервые выполнил Грангер с своими коллегами. В 96-м году Емелянов выполнил в России первую лапароскопическую адреналэктомию в Узбекистане. Я немного похвалюсь, впервые в 2009-м году в Узбекистане в нашей клинике, клинике Ташкентской медицинской академии под руководством академика Каримова Шавкат Ибрагимовича и профессора, значит, Беркина Узбекозарбаюча выполнил в Узбекистане первая лапароскопическая адреналэктомия. Конечно, видеоторакоскопических доступов тоже много, вот пять доступов, но это больше для специалистов, но вкратце это боковые, передние, трансабдоминальные доступы и боковые, задние ретроперитеноскопические доступы. Вот примерно состояние пациента интероперационного, положение пациента на столе, это точки ведения тракаров, и послеоперационный вид, это боковой доступ, мы видим три вот точки, да, три момента от пола тракаров. И ретроперитонический задний доступ, уже больной лежит на животе, вот выполняется послеоперационный вид какой, вот поясница, да, имеется, вот три точки, вот вы видели большой доступ, и вот такой доступ. Понятно, этот доступ он удобный, он мини-калечащий, и вот чем такой доступ. Вот преимущество видеоассистированной или же видеоэндоскопической адреналэктомии, это пластическая практически отсутствует послеоперационной боли, нет необходимости соблюдать послеоперационный строгий постельный режим, значительно сокращается сроки пребывания больных в стационаре, очень редко возникают грыжи и косметический, конечно, эффект. Вот я обещал остановиться на эндоваскулярные методы лечения при наполчечниковой генезоартериальной гиперстенции, да, это почки, да, значит, делаем дилатацию, стентирование почечной артерии и проблемы ликвидирования, ну, что можно сделать при заболевании надпочечников, то есть, когда имеется гиперплазия надпочечников или же маленькая опухоль до 1 см надпочечника, можно значит, эндоваскулярным путем войти в почечную вену, дальше, значит, надпочечниковую вену, центральную вену надпочечника и коагулировать или же сделать эмболизацию центральной вены надпочечника, при котором идет деструкция надпочечника и, соответственно, нарушается функция, направленная на снижение артериального нарушается функция и снижается артериальное давление у пациента. Следующая причина повышения артериального давления это коортация аорты, когда врожденная патология, когда имеется стеноз дуги аорты, нисходящие части, дуги аорты, приводящие к артериальной гипертензии, то есть схематически здесь спиноз, конечно же, естественно, повышается артериальное давление на верхних конечностях. Именно поэтому для дифференциальной диагностики рекомендуется у больных с артериальной гипертензией измерять артериальное давление на обеих верхних конечностях и так же на обеих нижних конечностей. Вот такое состояние. Конечно, при таких состояниях рекомендуется хирургический метод лечения. Вот мы видим пластика артериальное протезирование или же при коротких спинозах визеция и у нас там конец-конец, вставка, шунтирующие операции по разным методам имеются свои показания и противопоказания. В сегодняшний день также при каортации хаорту выполняются эндоваскулярные методы лечения это дилатация со спинтированием или же эндопротезированием. Спасибо за внимание. Продолжение следует...